Добро пожаловать на программу «Время духовного очищения». Здесь мы говорим о том, как строить самые важные взаимоотношения. В своем духовном опыте вы, дорогие наши зрители, в определенный момент пережили опыт встречи с Богом. Вы вступили в отношения с Творцом. Но какую направленность имеют эти взаимоотношения сегодня? Они укрепляются или, наоборот, разрушаются? Вполне вероятно, что духовный барометр нашей жизни уже давно сигнализирует о необходимых переменах. Часто на смену близости, доверия, радости и духовной целостности приходит раздраженность или безразличие, бунт или апатия. Этот процесс слишком актуален, и неверие заполняет наше духовное пространство. Дорогие зрители, это программа «Время духовного очищения». Здесь вместе с Петром Кулаковым поднимаются самые важные вопросы и даются ответы с большой буквы. Оставайтесь с нами, и вы обнаружите секрет неизменных, доверительных отношений с Богом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Стези Что такое за слово это? Стези Что это такое? Пути твои Авраам знал перед ним далекий путь Надо идти куда-то очень далеко Но мы видим этот духовный совет Господь направит путь твой Он поведет тебя этим путем И сегодня, если я спрошу вас Кто из вас доверяет вашему небесному Отцу? Наверное, все поднимут руки Да, если я спрошу Кто доверяет небесному Отцу? Поднимите руки Я так и знал, что большинство поднимут Но когда мы столкнемся в нашей духовной жизни И с испытанием нашей веры Я слышал, как один из наших пасторов, моих коллег Рассказывал, как к нему приходит человек И говорит Как вы хотите, пастор Вот сами посмотрите на мою жизнь Вы ожидаете, чтобы я приносил в церковь свои десятины Но у меня, посмотрите, сколько долгов И он тут перед пастором разложил все свои выписки Всего, что он и за машину должен И за дом должен Все свои потечные кредиты И говорит, ну как же вы хотите, чтобы я платил десятину Когда у меня столько долгов? И пастор говорит, ну если бы я вам пообещал, что в течение месяца Если вы один раз заплатите десятину Я вам посоветую, подскажу и найду возможности и пути, чтобы вам снизить эти долги Как вы считаете, вы смогли бы хоть раз это сделать? Ну он говорит, он посмотрел на меня этот человек Ну говорит, ну да, ну раз вы обещаете, я могу сделать И пастор говорит, ну если ты мне, грешному, несчастному человеку доверяешь это Как же ты не можешь доверить то, что Господь поведет тебя, управит и благословит И он говорит, с тех пор я заметил, он каждый месяц верно жертвует свою десятину В этом мы проверяем и показываем свое доверие нашему небесному Отцу Когда в трудностях мы учимся полагаться на Господа, зная Он направит стези мои, Он поведет меня И путь наш, которым мы идем, может быть путем трудным и опасным Посмотрите, как Иов говорит нам в 14 главе 1 стихе Откроем наши Библии Иов говорит, Иов, который прошел через многие, многие переживания Он знал, что человек, 14 глава 1 стих Человек, рожденный женою, он кратковремен и присыщен Чем он говорит? Радостями? Кто помнит? Печалями он говорит Печалей в этой жизни будет много Жизнь непростая будет Но Наум в 1 главе 7 стихе дает мне ответ на то, что говорит Иов Посмотрите, у Наума, пророка, в 1 главе 7 стих Он говорит, благо Господь Убежище в какой день? Кто помнит? В день скорби и знает надеющихся на него И эти дни скорби придут, и эти дни скорби будут И с этими днями скорбей мы столкнемся Но в этих скорбях мы научимся стоять мужественно Научимся стоять твердо в этой жизни У меня на участке, где мы живем с Галиной, было несколько больших дубов И в результате мороза, который был 2 или 3 года тому назад Мы обратили внимание, что эти дубы перестали жить Эти дубы погибли И тяжело нам было согласиться с мыслью, что придется спилить эти 4 больших, красивых, мощных дуба на нашем участке И когда мы пилили эти дубы И, конечно, не с женой мы пилили их Но были те, кто помогали нам Тем не менее, спилив эти дубы И смотря на эти огромные кольца На эти пни, на которых можно было рассмотреть все эти кольца Мы думали, смотря на историю этих 4 дубов Что здесь, до того, как мы там поселились И до того, как мы дом построили Мы смотрели и видели разного рода и шрамчики на этих кольцах И изгибы, и не все колечки на этих дубах были одинаковые Были те, которые явно несли на себе следы шрамов Точно так же и в нашей жизни Мы можем быть похожи на эти дубы Мы можем быть твердыми Мы можем быть мужественными Но разного рода придут испытания Будут и тайфуны, будут и торнадо Будут и штормы в нашей жизни Но в этих испытаниях псалмопевец говорит в 61-м псалме 9-м стихе Если кто не имеет священного описания Записывайте эти тексты Они несут в себе величайшее утешение для меня лично И я полагаю, и вы найдете утешение Потому что псалмопевец говорит Народ, надейся на него И затем он красиво говорит Как часто надейся на него? Во всякое время И затем он подтверждает эту мысль и говорит Почему надейся на него во всякое время? Потому что Господь нам прибежище Но будет и время, когда придется идти по этому пути Пути, который будет очень долг Путь, на котором мы будем уставать Но апостол Павел в Галатам 6-й главе 9-м стихе Дает мне добрый совет, которым я хочу поделиться с вами Совет, который, я думаю, Авраам принял к сведению Когда Господь направил его идти в эту землю Он говорит Но мы ослабеваем И пророк Исаия в 40-й главе 30-м стихе Показывает мне, что он знал эту жизнь Он говорит, Исаия 40-я глава 30-й стих Утомляются и юноши И ослабевают И даже, он говорит И молодые люди падают Вы знаете, у греков Были разного рода олимпийские игры Но одна игра имела особый смысл Те, которые участвовали в этом марафоне Должны были не просто первыми прийти к финишу А те, кто бежали этот марафон Побеждали только те, которые не просто первые приходили А те, которые в руках своих держали факел Который продолжал гореть Если они пришли к финишу И факел их не угас Тогда они могли претендовать на первое место Я вижу великий, глубокий духовный урок В моем странствовании по этой жизни Господь желает, чтобы мой факел С которым я иду по этой жизни Факел знаний Отца Моего Небесного Факел доверия Факел истины Чтобы он никогда не угас Когда мы будем идти этим путем странствия Которым шел и Авраам И поэтому пророк Исаия еще раз в 40 главе Стихи 28 и 31 Он говорит Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал? Что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли Не утомляется и не изнемогает Разум его неисследи Прочитайте вместе со мной своих Библий Он дает утомленному силу И изнемогшему дарует Что он дарует ему? Крепость Утомляются, юноши ослабевают Молодые люди падают А надеющиеся на Господа Что с ними будет? Они обновятся в силе Поднимут крылья свои И как орлы потекут и не устанут Пойдут и не утомятся И еще Псалом 9, стих 11 Давайте прочитаем Как замечательно читать Слово Божие Потому что в нем мы находим ответы На наши повседневные нужды Псалмопевец показывает Какие качества мы должны иметь В нашем духовном странствовании 9 Псалом, стих 11 Будут уповать на тебя Знающие имя твое Потому что И вот здесь он показывает Почему я могу иметь эту уверенность Почему я могу доверять Отцу моему Потому что он говорит Ты не оставляешь кого? Ищущих тебя Господи Иногда наш путь будет темный и неясный Не всегда солнце светит на нашем пути Будут те дни, когда нам не видно Куда идти дальше Где же конец этого пути? Где же конец нашего странствования? Но Псалмопевец Опять в 56 главе 3 стихе Дает мне заверение Он говорит Когда темно И когда страшно Что мы делаем тогда? Когда в страхе я Он говорит Что делает? На тебя, о я Уповаю Мы взываем Господу И на него мы уповаем Я верю Что каждому из нас Наверное, нужно представить Тот диалог Который состоялся Между Богом и Авраамом Когда Господь приходит К Аврааму и говорит Я думаю Я думаю, когда Авраам Слушает все, что Господь говорит ему Все эти вопросы Которые возникают В его сознании Это естественные вопросы Нормальные вопросы Авраам говорит Куда, Господи Куда это я должен буду идти? Господь говорит Примерно за 2000 километров отсюда И я представляю Как Авраам говорит За 2000 километров Да где же это за место? Как же я туда дойду? Да как же я найду это место? Посмотрите Наш Господь Он любит Приключения веры В нашей вере Он желает Чтобы мы проявляли Дух приключений Он не дает ему Ни конкретных карт Не дает ему Ни конкретных названий Даже Он посылает его Чтобы по вере Он шел туда Я представляю Сколько продолжает Возникать вопросов У Авраама Он хочет узнать У Бога А погода какая-то? А смогу ли я там Своих овец разводить? А что у меня За соседи будут там? А смогу ли я Работу найти? Да будут ли там Колодцы Для того Чтобы скот мой поить? И в конце концов Я думаю Наверное Авраам Обращается к Богу И спрашивает А что мне Моей жене сказать? И наверное Господь говорит ему Это твои проблемы Но в Евреям Одиннадцатой главе Восьмом стихе Апостол Павел Оглядываясь На жизнь Авраама Того Который Научился Доверять Богу И знал Что сказать Своей жене Он говорит Верою Авраам Повиновался Призванию Идти в страну Которую имел Получить В наследие И пошел Я люблю Концовку Этого текста Как она звучит Пошел Не зная Куда Идет И поэтому Посмотрите Что говорит Пророк Иеремия В десятой главе Двадцать третьем стихе Пророк Иеремия Говорит Знаю Господи Что не воли Человека Путь его Что не во власти Идущего Давать направление Стопам Его И как часто Мы находим себя В тех обстоятельствах Когда кажется Что жизнь Наша Совершенно Не в наших руках И не в нашей воле Мне часто Приходится Летать На самолет И когда я Сажусь в самолет И самолет Взлетает И когда Начинается Эта Турбулентность В воздухе И весь самолет Качает И швыряет Из стороны в сторону Я смотрю На свою жизнь И думаю А что я могу Сделать Что я могу Сделать В этом самолете Я не имею Представления Ни об этих приборах Которыми управляют Пилоты Я благодарен Богу Что он посадил Этих пилотов Туда И я Полагаюсь На то По вере своей Что они Хорошее образование Получили И они знают Что нужно делать И какие кнопки Нужно нажимать Там Я просто Вверяю Свою жизнь В руки Этих пилотов Но должен признать Страшнее всего Садиться В Москве Из-за того Что очень часто И туман И кажется Самолет Вот-вот И вот-вот Этот огромный Самолет С сотнями людей На борту Идет на посадку И все мы чувствуем Что вот-вот Уже Кажется Давно Он должен Уже удариться Об эту землю Ничего не видно И нам объявляют О том Что посадка Должна уже состояться Через 10 минут Но прошло уже 15 минут И мы все чувствуем Что ну должны мы уже В конце концов Коснуться земли Но не видим ничего Кроме этого тумана Я думаю Именно в те моменты Я доверяю Больше всего Свою жизнь Богу И в руки Этих пилотов Потому что я знаю В нужный момент Мы видим Как остается Какая-то может быть Сотня метров Над землею Туман Разделяет Эту землю И в эту полоску Проходит самолет И садится Благополучно На землю И очень часто Я слышу Как все начинают Аплодировать При посадке Потому что рады Что их пилоты Получили хорошее образование И знают Как посадить самолет Даже в тумане И я думаю В этом В этом Мой путь Духовной жизни Когда не понимая Не зная Не имея Опыта И представления Мы идем По этой жизни Зная Что как Господь Провел Авраама Благословил его Множеством детей Дал ему Потомство Дал ему Скот Благословил его Обильно Духовно Материально И физически Точно так же В этой жизни В этом тумане Через который мы летим В этом тумане Финансовых проблем В этом тумане Здоровья И проблем Которые мы можем Иметь со здоровьем В этом тумане Нашего бизнеса Который не складывается Так как хотелось бы В этом тумане Тех переживаний В семейных отношениях С которыми мы Сталкиваемся Мы знаем Что в нужный момент Господь Раздвинет Этот туман И посадит Наш самолет Но готовы ли мы Проявить эту веру Я всегда с восхищением Думаю о той Притче Притче Которую возможно Многие из вас Слышали о человеке Который бежал Через лес И провалился В какую-то яму Глубокую В старый Заброшенный Колодец И когда он Проваливается В этот колодец Он хватается За один куст И висит На этом кусте И смотрит вниз И не видно На дна В этом колодце И начинает молиться И говорит Господи Господи Спаси меня И слышит В своем сознании Голос Который говорит Да я здесь Он говорит Господи Спаси меня Иначе я разобьюсь И Господь говорит Хорошо Если ты веришь Что я тебя спасу Отпускай этот куст Отпускай его И ни о чем Не переживай И происходит Длительная пауза Пока вновь Этот человек Кричит Кто-нибудь Есть еще Там наверху И я думаю Каждому из нас Надо научиться Отпустить этот куст Отпустить этот куст Чтобы подобно Аврааму В этом тумане Отправиться Вперед Зная Господь Проведет меня Ни моей логикой Ни моим Знанием Ни моим Умением А он Как пилот Будет сидеть В этом самолете И в этом Тумане Житейских Переживаний И скорбей Он посадит Мой самолет Когда придет Его время А сегодня Время Моего Духовного Очищения Чтобы прийти Господу Чисто Без всяких Сомнений Чтобы он Очистил Мою жизнь Если это Ваше желание Давайте встанем И помолимся Вместе Господь Наш Мы Господи Встали Перед тобой Потому что Сегодня Мы желаем Очиститься Духовно Чтобы Ни на себя Полагались Ни на свою Логику Ни на свое Знание Ни на свою Духовную Традицию Ни на свое Прошло Но только На Тебя Господи Потому что Наша Логика Не работает В Твоей Духовной В Твоем Духовном Странствовании И мы Хотим Господи Чтобы Ты Провел Нас И научил Нас Доверять Тебе Как доверял Авраам Тебе И получил Великое Благословение Я хочу Господи Чтобы все Друзья мои В этой Церкви Получили Великое Благословение Жизни С избытком Здесь На этой Земле И жизни Вечной В Царстве Твоем Во имя Иисуса Христа Просим Аминь Можно жить Возле гор И никогда Не подняться На вершину Можно жить У ручья И никогда Не напиться Ключевой воды Недостаточно Жить у дороги Которая Ведет К храму Сегодня Я приглашаю Вас Сделать Шаг Навстречу Божьей Благодати Которая Поднимет Вас К высотам Духовного Очищения Напишите Нам По тем Адресам Которые Вы Видите На экране Телевизора Или По электронному Адресу Info Собачка Свет Точка Тиви И мы Пришлем Вам Уроки Для изучения Священного Писания Мы Также Будем Молиться Вместе С вами О том Чтобы Господь Дал Вам Физическое И Духовное Исцеление Божьих Вам Благословений Благословений